Человек-ракета В 96-м году питерского мэра стали звать губернатором. Хрен, редька. И прошли его выборы. Возможно, даже честные, ведь они отразили всеобщее презрение к напыщенному бездельнику Собчаку. Победил его зам Яковлев. А Путин то ли сам ушел, то ли новая метла вымела, показания расходятся. И тут же его подняли в Москву, заместителем управделами президента, курировать управление, юридическое и загрансобственности. Должность типа питерской, но в масштабе страны. Феерично. Скачок-то круче, чем у Горби и Ельцина. И в городе был лишь замом, и новая должность выше, чем секретарь ЦК. Кто и за какие заслуги его так волшебно двинул? Ну, извините, ребята, это я выяснить не смог. Военная тайна. Считается, что в Москву его пригласил управделами президента Бородин. Или начальник главного контрольного управления Кудрин. Или вице-премьер Большаков. Допустим. Но вопросы за что и для чего, все равно остаются без ответа. Особо странно вот что. Путин ведь был человеком Собчака. А у экс-мэра начались нелады с правосудием. Грозил арест. Пришлось бежать из больницы в Париж на частном самолете. Шеф вне закона, а его тень делает сказочную карьеру. Напрашивается ответ. Зам рванул по костям Собчака, которого предал. Но нет. Тайный вылет организовал именно Путин. И беглец вернулся сразу, как Путин стал премьером. Значит, не было между ними разногласий. В общем, 96-й, 99-й – самый загадочный кусок жизни ВВП. Ракетный взлет от горзама к президенту. Уже через полгода он вырос до начальника главного контрольного управления. И познакомился с Ельциным. Еще через год, в мае 98-го, Путин стал первым замом руководителя администрации президента. А спустя два месяца директором ФСБ. Тоже назначение странное. Он ведь в органах даже отделом не управлял. Прыгатня по постам тогда цвела. Долго на одном месте не сидели. Помните чехарду премьер-министров? В 98-м, 99-м годах мелькнули Черномырдин, киндер-сюрприз Кириенко, опять Черномырдин, Примаков, Степашин, Путин. Ничего не напоминает? Эпоха кратковременных вождей. После прежней погиб СССР, сейчас назаревала смерть России. Повторю, многие регионы перестали отчислять налоги в Москву, завели собственные экономики и даже армии. Хасавюрд стал прецедентом для их юридического откола. Еще пара лет, и Россия рассыпалась бы на десяток беспомощных сувенирных государств по Конституции Сахарова. Так что смерть России вправду назревала. Рой Медведев считает, что поднял Путина лично Ельцин, который говорил, «Когда я узнал, что Путин переправлял Собчака за границу, у меня была сложная реакция. Путин рисковал не только собой. С другой стороны, поступок вызывал глубокое человеческое уважение. Кто меня поддержит? Кто реально стоит у меня за спиной?» И в какой-то момент понял, «Путин». Конец цитаты из Ельцина. Ельцин знал, кто спас Собчака. Не за это ли он ВВП и поднял? Удивительно, мэр бежит от правосудия, но президент ему втайне сочувствует. Значит, видит в нем себя. И правда, Собчак к 96-му начисто утратил народную любовь. То же случилось с Ельциным. Мэра обвинили в воровстве, президенту готовили импичмент. А Путин оказался товарищем. И, рискуя, Собчака спас. Спасет и меня, мог думать Ельцин. Так и вышло. Приемник обещал ему неприкосновенность. Я негодовал. Почему Ебн жирует на пенсии? Почему его не судят? Его посадка намекнула бы всем, нельзя без наказа нагробить родину. Но Путин дал слово офицера. Слово офицера? Порядочность? Хмыкнет циник. Если вам смешны эти понятия, значит, их нет лично в вас, отвечу я. На других не обобщайте. Я предпочитаю верить в доброе качество человека, пока мне не докажут обратного. Оснований считать Путина бесчестным у меня нет. Владимир Соловьев тоже полагает, что он хороший товарищ. Хоть порой это вредит делу. Те, кто не в курсе, до сих пор задаются вопросами, почему вокруг Путина находятся люди, столь невнятно соответствующие ему своим масштабам. А ответ прост. Это либо служившие вместе с ним в разведке, либо хорошо проверенные старые знакомые по его прежней работе в Питере. И Путин именно этим безумно импонирует большинству населения страны. Есть в нем это родное, почти дворовое понимание того, что своих не выдают. Конец цитаты. Прав ли он был, спасая бывшего шефа? Давайте разбираться. Любить Собчака не за что. Но нужно ли было его сажать? Не знаю. Обвинения с него сняты. В Питере ему памятник стоит. Нынешнее правосудие считает его ангелом. Возможно, он вправду не преступник, а лишь балаболка, которую нельзя было к власти подпускать. И Путин наверняка знал, ворует ли шеф. Если он чист, то вытащить его было правильно. Но, допустим, правосудие подмято и крали оба. Если так, был ли у Путина шкурный мотив спасать, чтобы Собчак его на допросах не сдал? Вряд ли. Ведь комиссия Салье винила лично его, и дело в любой момент могли оживить, безо всяких показаний экс-мэра. А если мэр и зам творили особо тяжкие преступления, которых и Салье не раскопало? Предположим. Но тогда гораздо проще подельника убрать. Концы в воду. Нет, как ни крути, спасать Собчака было необязательно и всячески невыгодно. Его и народ презирал, и власть разлюбила. Путин этим ничего не выигрывал. А значит, он поступил благородно. Госбезопасностью Путин рулил недолго, но успел поднять зарплату сотрудникам и добиться бесперебойных ее выплат. Ведь в конце 90-х бюджетникам платили раз в год. Закрыл управление экономической контрразведки и контрразведывательного обеспечения стратегических объектов. В этом его обвиняют, мол, помог разворовывать. Однако создал вместо них шесть новых управлений. Чем занимались эти структуры, я выяснить не смог. Государственная тайна. Поэтому не могу утверждать, усилил он органы или ослабил. И новый рывок карьеры. Андропов на его посту ждал очереди подсорить целых 15 лет. Путину хватило года. Ельцин решил сам или заставили уступить ему место и 9 августа 99-го назначил первым замом премьер-министра. Ход чисто процедурный, потому что в тот же день кабинет Степашина распустили, а Путин стал ИО-премьера. Тогда же в телеобращении Ельцин назвал его своим преемником. Через неделю ИО отбросили, ВВП стал полноправным председателем правительства. Спустя полгода произошел знаменитый новогодний подарок. Путин стал ИО-президента. 26 марта 2000-го прошли выборы, где он, по официальным данным, получил 52,94% голосов. 7 мая ВВП вступил в должность президента РФ. Часто говорят, мол, он стал президентом без опыта и учился с нуля, а значит, любой на его месте справится. Ну да, московская скачка на должностях лишь подшлифовала. На каждом посту он провел слишком мало времени, чтобы толком освоить. Но и эти три года помогли, хотя бы позволили изучить систему власти, людей элиты прощупать. Однако не забывайте 15 лет службы в КГБ. Пусть не руководящий, но он работал с достоверной информацией о стране и мире, а не пропагандистской, это крайне важно. Изучал мировую политику и освоил профессию разведчика, самую важную для действий на оккупированные территории. Некоторых корежит самоупоминание кровавые говни. Для осуждения Путина им достаточно того, что он же из органов. Что ж, понятно, бандиты ненавидят ментов поганых, а враги государства систему госбезопасности. Ну и главное, пять лет фактического управления Петербургом. Да, город тогда не процветал, однако и не развалился. А это реальная, непоказушная, как у Собчака, руководящая работа на уровне гораздо более серьезном, чем директор завода или даже министр. Потому что задачи приходилось решать комплексно, а не в какой-то одной отрасли. Так что нет, ребята, президентом Путин стал, имея большой и весьма разнообразный управленческий опыт. Достиг я высшей власти. Кто его провел на этот пост? Антипутинцы кричат в разнобой «Ельцин! Березовский! Чубайс!» Что общего у этих имен? Всех троих русский народ ненавидит и есть за что. Отличный ход. Если они поставили Путина, то и он достоин ненависти. Ну, с Ельцином почти ясно. Он вправду назначил ВВП премьером, потом ИО президента. Факт налицо. Но вот зачем он это сделал? Вижу пять версий. Первая. Ельцин считал его разрушителем, своим верным последователем. И здесь варианты. А. Путин и вправду продолжает убивать Россию. Б. Разведчик смог втереться в доверие, чтобы постепенно проявить свою истинную патриотическую суть. Вторая версия. Ельцин раскаялся, потому и просил у нас прощения и намеренно в пику хозяевам протащил патриота. Третья версия. Команда Путина совершила тихий госпереворот. Принудила Ельцина к отречению. Эту версию подтверждает маниакальное властолюбие Ебн даже во время операции на сердце. Добровольно он бы трон не отдал. Четвертая версия. Ельцин или его двойник всегда был марионеткой. От него ничего не зависело. И, наконец, пятая версия. Ельцин вправду устал и хотел личных гарантий от уголовного преследования. Выбирайте. Мне наиболее вероятным кажется пятый вариант, самый простой. Его подтверждает первый же указ, подписанный Путином на посту ИО-президента 31 декабря 1999-го о гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи. Не согласен я с этим указом. И многие трясут им, доказывая, что Путин так и остался верным ельцинцам. Да, момент скользкий. И посадить Ельцина, конечно, следовало. Однако, если ты уже обещал неприкосновенность, как условие занятия поста, то честно ли ее потом отменять? Я хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел – забрал обратно. Не по-мужски это. Лично у меня язык бы не повернулся сулить преступнику безнаказанность. Но если это единственный способ исправить содеянное им, жизнь сложна. Политика еще мутней. Там простых однозначных решений не бывает. Приходится выбирать меньшее из зол. Кроме того, так Путин избежал стандартного приемчика. Все проблемы валить на предшественника. Бездарный Хрущев смог набрать некоторый политический вес лишь Ахаев Сталина. Демократы в перестройку и позже выезжали за счет проклятий коммунякам. Полно таких примеров. А Путин предыдущего властителя не чернил. Достигал популярности собственными заслугами. С Березовским сложнее. Его роль во взлете Путина не ясна. Телеведущий Соловьев в одном месте своей книги сообщает о поддержке ВВП-олигархам. Это было средство борьбы с Примаковым. Борис Абрамович понимал, что если к власти придет Примаков, то сам он будет арестован и уничтожен. Конец цитаты. Но в другом месте пишет. Точно известно, что Березовский предлагал на пост президента Игоря Иванова, а Чубайс был за третий срок Ельцина и резко против Владимира Владимировича. Конец цитаты. Кстати, и к вопросу о Чубайсе. Да нельзя Соловьеву верить, скажете вы. Он шоумен и флюгер конъюнктурный. Сто раз свою позицию менял. Верно. Бездумно доверять ему нельзя. И тому пример только что приведенное двоемыслие. Но все-таки он неплохо информирован и как один из источников сгодится. Алексей Кунгуров утверждает, «Для накачки рейтинга ВВП Березовским профинансирована маленькая победоносная войнушка в Дагестане, что он сам впоследствии признавал. В Москве, сами понимаете, кем взрываются жилые дома. Путин произносит крылатую фразу про сортир и понеслась». Конец цитаты. Положим, в Лондоне Березовский мог признать что угодно. Полная безнаказанность. Легко мог и соврать. Хотя, думаю, вторжение боевиков в Дагестан действительно организовал он. А вот по воле ли Путина это вопрос. Но если он и продвинул Путина, то явно ошибся. Иначе не вылетел бы вверх ногами из России, который практически владел. В любом случае выходит, что Путин не человек Березовского, хоть поначалу олигарх считал его именно таким. А обвинения в подрыве домов мы еще разберем. Касаемо приватизатора, информацию Соловьева подтверждает Рой Медведев. Чубайс убеждал Путина отказаться от нового назначения. Ты просто не знаешь, что это такое, говорил Чубайс. Лучше отказаться сейчас самому, чем позднее под влиянием обстоятельств. Но Путин ответил, извини, но это решение президента. Я обязан его выполнить. Ты на моем месте поступил бы так же. Тогда Чубайс начал действовать через администрацию и через ближний круг Ельцина. Он встретился с Волошиным, с Юмашевым, с Гьяченко. Чубайс грозил не только протестами думы, Совета Федерации, но даже массовыми выступлениями трудящихся. Конец цитаты из Роя Медведева. Примерно тоже пишет о Видово. Внятных аргументов в пользу поддержки Путина рыжим я не нашел. Видимо, он действительно был против. Это подтверждается тем, что Чубайс потерял ключевые посты при путинском правлении, а значит, оно ему не выгодно. Вот мнение мыслителя Зиновьева. Путин появился на исторической арене не как креатура Вашингтона, скорее всего он проскочил по недосмотру, даже по ошибке тех, кто организовывал переворот. Даже поверхностное наблюдение международной политической суеты обнаруживало растерянность на Западе в связи с появлением Путина. Конец цитаты. Проскочил по ошибке. Возможно. Однако такую ошибку нетрудно исправить. Автокатастрофа, цианид в кофе или попросту неизбрание на второй срок. Путин в Кремле уже 20 лет, а значит, его персона устраивает глобальные кланы. Если ошибка изначально была, то она урегулирована. Путин смог с кем-то договориться. Любопытную версию предлагает политолог Дугин. Владимир Путин стал преемником Ельцина согласно следующей политической схеме. Прозападная демократическая элита, олигархи, медиократы, либеральная часть интеллигенции, столичные жители, паразитирующие на компрадорских процентах и так далее, понимая, что Ельцин править не может, а прямое утверждение большинство населения решилось на то, чтобы выдвинуть в качестве преемника управляемого патриота с популистскими чертами. Ранее этот же сценарий обдумывался под лебедя. В силу совокупности факторов выбор пал на Путина. Это концептуально важно. Путина выдвинули атлантисты, либералы, олигархи, западники. Патриотизм изначально мыслился как управляемый и номинальный, по сути, как пиар-патриотизм. Сценарий был выработан при активном участии Березовского. Режиссура отводилась Волошину, Суркову, Павловскому. Главные роли достались Путину и его людям. Было понятно, что демонстрация патриотизма потребует крупных и ярких действий. Сценаристы предложили принести в жертву Чечню, ранее игравшую важную роль в атлантистском проекте распада России. Эта часть плана полностью сработала. Взрывы домов, вторжение в Дагестан, вторая чеченская кампания, взятие Грозного. Так Путин был легитимизирован. Согласен не во всем. Но вот это мне кажется верным. Уставший Ельцин хотел личной безопасности на пенсии, насквозь либеральное руководство видело в Путине куклу, которая легко будет управлять народу, чтобы успокоился, сунули показного патриота. Что-то в версии тьма одна другую исключает, вздохнете вы потерянно. Что это значит? Именно то, о чем я говорил. Вела Путина сила не публичная, а скрытая от масс. То есть спецслужба. Эти люди умеют влиять на политиков так, чтобы те клали свой камешек в мозаику, не понимая цельные картины. Кудрин, Ельцин, Березовский помогали Путину занять очередной пост, потому что их к этому подтолкнули каким-то образом. Случайным намеком на тусовки в бане, взяткой, угрозой. Но никто из них не помышлял отдать ему высшую власть. Разумеется, документами я это не докажу. Самые важные, судьбоносные явления документов не оставляют. Как ни крути, Путин был пешкой в полностью чуждом окружении. Царствовал, но не правил. Прежде чем что-то делать, следовало перехватить управление. Остался он пешкой или переиграл своих хозяев? Попробуем разобраться. Но сперва изучим еще один важнейший вопрос. Взрывал ли Путин Россию? Продолжение следует.